С появлением единого государственного экзамена возникло много вопросов относительно его эффективности. Превалирование фактической части над творческой в ЕГЭ по русскому языку и литературе – одно из упущений системы, считают специалисты. С этого учебного года ситуация в корне изменилась. Уже в декабре выпускники будут писать итоговое сочинение, результаты которого и станут допуском к единому госэкзамену. Все новое, хорошо забытое, старое. Отказаться от привычного итогового сочинения пришлось несколько лет назад, так как вкупе с остальными экзаменами получалась слишком большая нагрузка для выпускников. В этом году сочинение вернули. Его 11-классники будут писать в середине учебного года, когда голова еще не загружена в предстоящей сдаче основных экзаменов. Очень много было разговоров о том, что сочинение надо вернуть в систему школьного образования, потому что специалистов, экспертов сильно беспокоила, скажем, падающая грамотность, как вот снижающая грамотность выпускников. И поэтому можно уверенно сказать, что эти усилия оправдались. 3 декабря все 11-классники, выпускники средней школы республики, а их 6159 человек, будут писать сочинения. Очень надеемся, что благодаря возврату сочинения все-таки появится мотивация для наших выпускников развивать свою письменную речь. Изменения коснулись также экзаменов по математике и по английскому языку. ЕГЭ по математике будет проходить в два дня. 1 июня сдавая дисциплину будут выпускники, которые не планируют поступления в профильные математические вузы. В их случае достаточно будет базовых знаний по предмету. Те выпускники, которым пригодится математика при поступлении, будут сдавать профильный экзамен 4 июня. Еще одно нововведение. К основному экзамену по английскому языку прибавится устная часть. Сдавать письменную и устные части также будут в разные дни. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.